Сейчас еще очень модна тема про духовность, особенно среди женщин. Мы наконец-то осознали, что можно любить себя, знать себя, я не знаю, познавать себя, открывать какие-то чакры. Сегодня с утра мой стилист, когда у меня есть какие-то мероприятия, а я вообще не люблю заниматься ни гардеробом, ни чем, я люблю заниматься только своим любимым делом, это на самом деле не очень хорошо, потому что порой начинается паника, тебе пора уже выходить, такси внизу ждет, ты такой, блин, а в чем ехать? И я скидываю, говорю, галочку, мне нужно что-то надеть, я сегодня буду перед девушками выступать, хочется быть нарядной, не спугнуть их своими, может быть, там, неправильными туфельками или еще чем-то, говорю, ну, чтобы вот все было гармонично. Она говорит, да, супер, и отправляет мне на мое сообщение видео, видео какого-то спикера мужика 2017-го что ли года, если интересно, напишите мне в личку, я вам его вышлю, говорит он правильные вещи, собственно говоря, я о своем женском, да, что называется, и он говорит там такую вещь очень важную, женщины, если вы ищете мужчину и идете на свидание, не говорите ему, что вы работаете, и на ваш вопрос, на его вопрос, где ты работаешь, вы говорите, а я не работаю, даже если вы собственница бизнеса. Мужчина, который рассматривает вас как женщину, которая занимается бизнесом и будет тащить деньги в семью, он скажет, смысл не работаешь, ты вообще в себе, ты нормальная, а мужчина, который рассматривает вас как женщину, он скорее всего задаст свой вопрос, зачем ты занимаешься, да, ну вот как бы немножко в другую сторону уйдет. Так вот, сейчас вот я буду на своем примере, на примере своего бизнеса говорить, да, для меня вот это вот личностное развитие, духовное развитие и финансовое, то есть бизнес-развитие, оно сейчас все стоит в одной ступени, нельзя отделить женщину бизнесмен или женщину фея. Бывают женщины бизнесмены феи, она с утра порхает как фея, ногой она запихивает стирку, рукой она кормит ребенка, в голове у нее баланс подводится компании, потому что скоро отчет выздавать, кто себя узнает? Ну все, это же понятно, это все про это, да? Я в своей компании стараюсь популяризировать финансовые знания, и чтобы был обязательно осознанный подход. Никто о нас не позаботится, если мы сами не сделаем в сторону себя, в своего будущего шага. Хотя ресурсов очень много. Хотите, скажу вторую причину отсутствия денег у женщины? Мы не умеем о помощи просить. Ну не умеем. Причем учиться это тоже значит просить о помощи. Наш волшебный МВМ, малый бизнес Москвы, я там являюсь спикером, очень много выступаю. Потрясающая платформа, прекрасная площадка. Женщины говорят, не, ну зачем я туда пойду? Да? Ну вот так вот. Мы просто не принимаем помощь, не умеем просить о помощи. И моя задача, вот на самом деле глобально, достаточно моей компании поднять ВВП за счет вашего финансового роста, за счет вашего финансового успеха. Сегодня в деревне пишет девушка в инстаграме, Катя, как приучить ребенка считать деньги? Я говорю, вы сами считаете? Нет, до свидания. Ну а что не так, надо все начинаться с себя. Поэтому мы должны зрить в свое сейчас текущее состояние для того, чтобы его улучшать. Пятиминутка образования. Сфотографируйте это в слайд. Это все, что вам нужно делать с финансами для того, чтобы быть финансово успешными. Считать деньги, заниматься планированием и учиться инвестировать. Если вы в инвестировании не очень хорошо разбираетесь, можете обратиться к профессионалу. Один из них стоит на сцене. Ну это так. Если вы не считаете деньги, ни в своей личной, ни в своем бизнесе, а у кого малый бизнес, кто вот сейчас очень активно рассматривает тему самозанятых, поднимите ручку. Дорогие мои, в фейсбуке бесплатный от меня двухчасовой вебинар на тему ИП или самозанятый, что с этим делать, куда идти, кем быть. Если будут вопросы, прям под постом или на ютуб канале, задавайте вопросы, не разобралась, не поняла, что делать, крашу ногти соседу, как мне регистрироваться. Прям пишите, отвечу на все вопросы. Теперь смотрите, та фишка, которой я обещала с вами поделиться. Я много выступаю, я много делаю материала онлайн, я много общаюсь вживую, я потом покажу именно вот эти форматы, как я это делаю. И в один прекрасный момент, Катюш, я тебя абсолютно поддерживаю, что мотивации дойти до конца в онлайне у многих не хватает. Сегодня одна участница, у меня стартовал поток новый в онлайн-школе, онлайн-курс мышления инвестора. И одна девушка пишет мне, Катя, можно за меня будет другая девочка проходить курс? Она приобрела второй пакет на 15 уроках. Я говорю, что случилось с Гарином? Ну вот вы вчера разговаривали с нами, про пятый урок говорили, а я только на втором. А второй урок он самый сложный. Хотя первый, да, второй урок там про финансовый план, я говорю, личный финансовый план. Потому что взрывает мозг всем, потому что там нужно написать всю правду матку о себе, посмотреть на нее без розовых очков и понять, что у тебя с финансами так или не так. И эта девушка говорит, я только на втором уроке, а вы как бы уже вот пятый выложили на платформу, что делать, что делать. И, короче, начала сливаться. Я ей позвонила на три минуты, дала пенделя. Я говорю, дорогая, взяла себя в руки и продолжаешь, идешь до конца. В своем режиме, несмотря ни на кого. Хорошо, я оказалась рядом. Если нет какого-то волшебного пенделя, да, Катюш, все отваливаются с онлайна. Ну, большинство, мало у кого мотивации хватает. Поэтому я придумала такую штуку, она называется сервисная модель. Это модель выстраивания взаимоотношений с клиентами. Теперь вы должны думать не про мой бизнес, а просто слушать меня и думать про свой бизнес. Как вы можете в своем бизнесе эту историю винти? Договорились? Чтобы у вас какая-то практическая, может быть, идея осталась в голове. Дело в том, что даже люди, которые приходили ко мне на личную консультацию, они начинают отваливаться, потому что нет стимула, нет энергии. Меня, знаете, иногда называют денежный магнит, шаманка финансовая. Сейчас девушка подошла ко мне, она здесь в зале сидит, подошла, говорит, надо подержаться. Сейчас все рассосется, все проблемы, все долги уйдут, деньги придут. Действительно нам нужен взаимообмен, действительно должна быть какая-то энергия, циркуляция. И для того, чтобы мои клиенты не сливались, я придумала эту модель, которая, сервисная модель поддержка клиентов. Я забочусь о своих клиентах, где на регулярной основе, как в фитнес-клубе, вы ходите качать свою попу красивую женскую к весне, сейчас все худеют. Вот так, достайтесь, и кто худеет к весне? Эхей, в нашем зале. Круто? Я говорю, после шести не ем, а после семи могу себе позволить. В чем заключается сервисная модель? Это комбинирование онлайна и оффлайна. Если вы в бизнесе, где вы предоставляете услуги, вы можете совместить личное взаимодействие, постоянный контакт и какое-то онлайн взаимодействие. Как выглядит моя сервисная модель на примере моего бизнеса? Люди, которые ко мне приходят, они хотят научиться считать деньги, научиться. Выстраивать отношения с финансами, повышать свой уровень финансовой грамотности. Потолки финансовые, как это модно сейчас, да, мы пробиваем. Порой бывает с первой встречи, там у людей инсайты просто летят. В семейных парах наладить отношения. А вы знаете, что недоговоренность финансовая в начале отношений чаще является причиной развода, нежели измена. То есть деньги чаще служат причиной расставания, нежели кто-то сходил туда, куда не надо было идти. И вот с разными запросами приходят, но потом как-то стимул падает. И вот сейчас, если человек говорит, Кать, да, я хочу быть постоянно в этой тени, но мы комбинируем. Каждому человеку предоставляется персональный менеджер, с которым он общается. То есть уже это личное взаимодействие, личная коммуникация. Периодически вкидывается различная информация, а она может вбрасываться различными способами. Через каналы связи.